Сегодня в Краевом центре открылась Преамурская ярмарка. Как всегда в торговых рядах было не протолкнуться, но организаторы признают, лихоатлетический манеж не приспособлен для мероприятий подобного уровня. Наш корреспондент Анна Леонова вспомнила о планах строительства современного выставочного комплекса и изучила международный опыт. Тут запах колбасы переплетается с запахом сапог от биробиджанской фабрики. Участникам и посетителям тесно. Более 200 предприятий со всего Дальнего Востока съехались сюда, чтобы выгодно продать товар и заключить контракты. В легкоатлетическом манеже по будням бьют рекорды юные спортсмены. А раз в квартал здесь за ночь из металлических конструкций собирают витрины, чтобы потом три дня. Все посетители терялись между прилавках с молоком, вареньем и стендами крупных корпораций. Но предложить другие условия организаторы ярмарки не могут. Мы мечтаем об этом очень давно. Но и не только мы, а все жители города Хабаровска. Все наши участники, которые приезжают к нам из далеких рубежей Камчатки, Чукотки и наши ближайшие соседи, хотят в более комфортных условиях выставлять свою продукцию и представлять свои новые технологии. Но пока, к сожалению, этот вопрос еще не решен. Хотя в 2007 году активно заговорили о строительстве в Хабаровске выставочного комплекса не хуже, чем знаменитый «Крокус-Сити» в столице. Даже землю выделили. Архитекторы получили задание создать проект. Площадок под строительство международного выставочного центра в Хабаровске было несколько. Одна из них вот эта – пустырь. В районе памятника партизанам идеально подходил под возведение выставочного комплекса, где можно было демонстрировать не только товары народного потребления, но и даже автомобили и сельскохозяйственную технику под огромным стеклянным куполом. Но дальше разговоров дело не пошло. Хотя в странах АТР нет ни одного крупного города, в котором бы не было огромного выставочного комплекса под проведение презентации и ярмарок. В Южнокорейском Пусане таких центров три. Крупнейший – Бэкска. Работает по принципу «три дня выставка для бизнеса – день для народа». И это любимое занятие местных домохозяек. За 10 тысяч вон за билет – это чуть меньше 10 долларов – они могут ходить вдоль прилавков с 7 утра и до полуночи. Посетители не могут здесь ничего купить. Они могут делать здесь все, что угодно. Смотреть, дегустировать, учиться готовить, вышивать и шить, составлять букеты, варить кофе. Но только не покупать, ведь это выставка, а не ярмарка. Хабаровск же может пока лишь мечтать о такой выставочной площадке. Ни в правительстве края, ни в городской администрации проект строительства современного центра мирового уровня сейчас не рассматривают. Анна Леонова, Артур Гец, Константин Крутиков, Вести Хабаровск.